Мероприятие, посвященное агроэкотуризму, было разделено на несколько частей. В рамках первой участники могли ознакомиться благодаря специальной экспозиции с деятельностью некоторых субъектов хозяйствования региона. В их числе предприятия, предприниматели и ремесленники, работа которых так или иначе может быть связана с экотуризмом. Фирмами частного бизнеса будут представлены изделия, которые, возможно, агроусадьбы будут использовать для того, чтобы заработать деньги. Мы будем рекомендовать им еще дополнительно к агробизнесу вот эти изделия, которые они могут у себя производить. Вторая часть мероприятия – совещание, в ходе которого были подведены итоги деятельности агротуристической сферы региона. Представители данной отрасли отмечают, минувший год был непростым, но неплохим в целом. В будущее смотрят с оптимизмом, однако подчеркивают, многое зависит от грядущих изменений в законодательстве. Но важные компромиссы между законотворцами и бизнес-сообществом уже достигнуты. В процессе такого партнерского обмена мнениями между органами власти, между общественными организациями и хозяевами агроусадеб все-таки компромисс достигнут. И идея, которая раньше существовала, как бы запретить в рамках агро-экотуризма заниматься организацией садинных торжеств, корпоративов. Эта идея все-таки была снята с повестки дня. Просто договорились, что будут взиматься дополнительные средства, дополнительные налоги с тех, кто этим занимается. Была мысль ограничить количество туристов на усадьбе, не более 20. Например, если более 21 турист, это уже значит неправильно. Эта позиция тоже снята. Ну, это касается, опять же, корпоративных этих мероприятий. Там же, если там свадебное торжество, то бывает значительно больше людей. Удалось сохранить количество комнат, максимальное количество комнат, которые могут быть использованы для приема туристов. В семинаре приняли участие представители не только самих субъектов агроэкотуризма, но и организации, которые могут и принимают активное участие в их развитии. Белагропромбанк активно поддерживает субъекты агротуризма. Начиная с 2008 года кредитной поддержкой нашего банка воспользовалось более 80 усадеб нашей Брестской области. Объем выданных кредитов на развитие агроусадеб составил более 800 тысяч деноминированных белорусских рублей. Мы активно проводим мероприятия по установке терминального оборудования, предоставляем банковские карточки субъектам агротуризма, участвуем в различных мероприятиях, проводимых совместно с общественным объединением «Отдых в деревне». Кроме того, что мы субъект инновационной инфраструктуры и научно-технологический парк, мы еще инкубатор малого бизнеса. Поэтому все мероприятия, которые стимулируют развитие малого бизнеса в Республике Брестской области, помогать им – это наша основная задача. Данное мероприятие, семинар-выставка «Агроэкотуризм в Брестской области» очень полезен как для агроэкотуристов, так и для властей, гражданского общества, бизнеса, чтобы обменяться мнениями, как лучше развить бизнес в сельской местности. Участники семинара уверены, такие встречи очень важны. Они дают возможность обменяться опытом, наладить дружеские и деловые контакты, а также объединить свои усилия в деле продвижения аграрного туризма не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Езжу на все семинары, которые приглашают. Обязательно где-то чему-то научишься, что-то подчеркнешь, пообщаешься с коллегами. Это все очень полезно, я советую всем ездить. Хотя уже вроде бы 10 лет все знаю, но всегда езжу, это всегда полезно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.